Если вы хотите исправить проблемы, связанные с Arizona Mobile, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. 22 апреля запустился открытый бета-тест Arizona Mobile в GTA Sam. У меня было уже большое количество роликов, связанных с Arizona Mobile, большинство из них набрали такие, знаете ли, большие просмотры по меркам моего канала, и я уже считаю своим святым долгом помогать каким-то таким людям, возможно, каким-нибудь, я не знаю, маловозрастным, возможно, великовозрастным людям, которые просто, знаете, они хотят играть, допустим, на компьютере в сам, хотят где-нибудь там лежать на своей кроватке уютненькой и вот заходить в сам. А я, кстати, от себя могу посоветовать еще сервер Arizona RP Phoenix, то есть самый лучший сервер, а если еще мой ник ввести туда, как бы в никнейм пригласил, что у вас игрока, то будет вообще у вас все замечательно. Но сегодня мы говорим с вами не про это. Несколько дней назад, возможно, один, возможно, два, возможно, еще сколько-то дней назад, у меня вышел ролик, связанный с Arizona Mobile. Там я рассказывал о том, что вот, запустился открытый бета-тест, вот, уже можно зайти поиграть, но вот у меня тут произошли некоторые проблемки, из-за которых лично я поиграть в этот самый Arizona Mobile не смог. И спасибо людям, которые оставляли комментарии под тем моим роликом с советами о том, вообще, как все это можно починить, как все это можно уладить, как все это можно сделать. И по итогу я, прислушавшись ко всем вот этим вот советам, которые мне давали те самые люди, я вот смог все-таки поиграть на Arizona Mobile. И сейчас я расскажу вам большое количество разнообразной инфы, связанной с Arizona Mobile. Если вы до сих пор не смогли установить этот самый клиент мобильный, да, и поучаствовать в ОБТ, то для вас есть мой телеграм-канал по ссылочке в описании, она там будет, я не знаю, первый, второй, там, третий, возможно, ссылкой, там, мой телеграм-канал. Вы туда переходите, подписывайтесь на него, и там есть инструкция по тому, как все это можно настроить, как во все это можно поиграть, откуда, там, знаете ли, можно скачать кэш GTA San Andreas, как зайти, как что все сделать и так далее. То есть это для тех, кто еще ничего не установил, для тех, у кого там, допустим, как и у меня тогда было, я не знаю, 94% и вот все, и обновление сбивалось, и ничего более не получалось сделать. То есть если вы из таких людей, которые до сих пор не могут даже скачать эту самую игру, не говоря уже о какой-то внутренней оптимизации, для тех, кто не может вообще игру даже скачать, то вот для вас существует мой телеграм-канал. Переходите туда, там вся информация по поводу и без повода насчет всего этого, вот. А также, для тех, кто уже, знаете ли, следит за моим инстаграмом, помимо телеграма, туда я выкладывал истории о том, как все это работает, как все это делается, как все это вообще играется, и также столкнулся с некоторой проблемкой. Однако, перед тем, как мы перейдем к исправлению таких, знаете ли, внутренних проблем, багов Arizona Mobile, я бы хотел сказать еще одно. То есть перед тем, как вот вообще зайти туда, что-то скачать, там, знаете ли, как-то поиграть, отключите на некоторое время, на время загрузки, там, обновлений и всего прочего от Arizona Mobile, Play защиту. Вы сейчас, наверное, где-то на экране видите то, как все это работает, все, как это происходит. Вы заходите в Play Market, там, свайпаете слева, открываете штуку, Play защита и отключаете. Не волнуйтесь, с вами все будет нормально, то есть это официальный мобильный клиент Arizona Roller Play, никаких вирусов и всего прочего там нету, то есть тестировано лично мной, то есть ничего не взломали, ничего не украли. Да даже если что-то взломают или украдут, конечно, такого не случится, но как бы зато вы поиграли на Arizona Mobile, а это как бы уже хорошо. Но ничего такого там нет, все чисто, все нормально, я за все это ручаюсь, качайте, все с вашим телефоном будет нормально, при том, что вы даже не даете каких-то особых таких, знаете ли, разрешений. То есть Play защита, она может, знаете ли, сканить ваш телефон и вследствие того, что Arizona Mobile пытается вам загрузить GTA San Andreas, то есть вполне возможно, что эта самая Play защита не дает Arizona Mobile загрузить вот ту версию GTA San Andreas, которая нужна вам для игры. Поэтому вот как-то так. Но это было у меня, то есть у меня до этого не было установлено, знаете ли, одиночный GTA San Andreas, вообще там никаких GTA-шек у меня на телефоне не было установлено, я слышал, что у некоторых там бывают еще всякого рода проблемы, поэтому если у вас есть таковые проблемы, то заходите в мой телеграм-канал, там ознакомьтесь, во-первых, с системными требованиями, а потом по инструкции из моего телеграм-канала можете начать всем вот этим вот пользоваться и делать все остальное. Так вот, переходим уже к самому вот этому самому мобильному клиенту и некоторой оптимизации внутренней, которые там есть. При первом заходе на сервер, на мой любимый сервер Phoenix от Arizona Mobile, с клиента с лаунчера этого самого Arizona Mobile, ебаная тавтология, просто пиздец, однако ладно. У меня было 20-30 FPS, где-то, наверное, на минимальных настройках, то есть я такой, типа, чё, блядь, в это серьёзно, блядь, 20-30 FPS, я типа такой, у меня чё, типа, телефон хуёвый или ещё, типа, чё-то такое, да нет, не может такого быть, то есть телефон новый, знаете ли, Huawei, не Xiaomi какая-нибудь, однако владельцы Xiaomi, как бы, не обижайтесь, у вас тоже вполне возможно поиграть, просто это какой-то, знаете ли, внутренний баг, который даже Сэм Мэйсон о нём рассказывал, для того, чтобы его упорять, вам просто нужно свернуться в другую. Ну вот, всё отлично, я всё починил, подписавшись на телеграм-канал, вот, наконец-то ты знаешь, Лизыдан Семён, не позоришься, я это говорю я, Брулёв Плей, поэтому вот, как бы, не позоришься и подписывайся на телеграм-канал, или это твой телеграм-канал, неважно, в общем, я всё починил, и мне похуй. Твоё приложение, допустим, там ВКонтакте, Инстаграм, я не знаю, тот же Телеграм, в котором есть инструкция, опять же, хочу вам повторить, и вернуться в лаунчер, в клиент Аризоны на, вот, мобильном своём устройстве и FPS, то есть у меня где-то там 40-50, возможно, 60 кадров, и всё нормально, вот, в общем-то, как-то так всё это происходит. Ещё бывают у некоторых то, что там, я не знаю, версия Android 7.0, но при этом, почему-то всё равно Аризона Мобайл у вас не работает, что делать в таком случае, я не знаю. Вообще, то есть это были все известные для меня баги, какие-то лаги и всё прочее, то, что я смог найти за вот тот, я не знаю, день, возможно, два дня тестирования этого самого Аризона Мобайл, то есть то, что я ещё могу сказать, это то, что машиной нереально сложно управлять. А вообще, то есть в целом уже на Аризона Мобайл вполне можно играть, вполне можно заходить, там, знаете ли, оплачивать своё имущество, снимать какой-нибудь геймплей для, вот, я не знаю, для ролика на Ютубе, возможно, то есть вполне, может быть, у вас это пройдёт или не пройдёт, однако вы можете делиться своими какими-то проблемами насчёт Аризона Мобайла в комментариях под данным видеороликом, то есть вам будут отвечать какие-то более продвинутые, в отличие от меня, люди, и вы сможете как-то решать свои проблемы, что ли, связанные со всем этим, потому что я тут осветил только те проблемы, которые коснулись меня и о которых лично мне рассказывали, но вы в комментариях под данным видеороликом, опять же, можете писать свои проблемы, либо я вам помогу в каком-нибудь из следующих видеороликов, если проблем накопится достаточно много, либо люди в комментариях под данным видеороликом вам помогут, ну, по крайней мере, должны помочь, они всё-таки, знаете ли, общительные, хорошие и вообще всё хорошо. А вообще Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor находится в описании данного видеоролика. Там же находится мой телеграм-канал с инструкцией по исправлению всех ошибок, всех баг, всех бед, связанных с Arizona Mobile. Приятного открытого бета-тестирования и всего-всего прочего. Всем спасибо, всем пока.